Крупный план В Кировской области был принят закон об учреждении дня профсоюзов. Это решение, как мне кажется, отметило важность развития профсоюзного движения в регионе. И, пожалуй, даже для некоторых напомнило о том, что это профсоюзное движение существует до сих пор. Исполняется движение нынче 70 лет. Какие, на ваш взгляд, изменения оно претерпело? Ну, можно, собственно, эту историю еще и вспомнить, как все зарождалось. Тогда буду вспоминать с самого начала. Давайте. Если брать начало, в принципе, профсоюзного движения в России, то, наверное, нужно отнести себя к такому периоду, как начало 20 века, когда начали появляться первые профсоюзные организации, которые начали защищать права рабочих промышленных предприятий. Активность профсоюзов тогда была очень серьезной. И, по большому счету, они являлись движущей силой и Первой русской революции, и Февральской революции, да и Октябрьской революции в том числе. И вот надо посмотреть, что за первые буквально 12-13 лет деятельности профсоюзы уже многого в результате добились. Почему? Потому что партия большевиков, которая пришла к власти в 1917 году, она во многом использовала профсоюзную тематику и на этой тематике, в общем-то, набирала свою популярность. И они реализовали эти инициативы профсоюза. В частности, вот наш известный достижение, 8-часовой рабочий день, он появился именно тогда, после установления советской власти, когда вот эти профсоюзные требования были восприняты. И появился первый свод законов о труде. И он уже тогда имел действительно такую очень прогрессивную направленность по сравнению с другими актами. Мы считаем, что это во многом достижение профсоюзных организаций, которые правильно использовали политическую ситуацию и добились существенных возможностей для своих членов профсоюзных организаций. Дальше профсоюзы, естественно, были встроены в государственную машину советского периода и выполняли большой объем задач и функций, которые на них советское государство возложило. Ну, в частности, я привожу всегда такие примеры, что у нас есть сейчас две замечательных наших партнерских организации, но раньше эти задачи выполняли профсоюзы. Это фонд социального страхования и государственная инспекция по труду. Контроль за трудовыми отношениями, то, что сегодня осуществляет государственная инспекция по труду, осуществлялся профсоюзами. Ну, и все вопросы, связанные с социальным страхованием, все эти функции фонда социального страхования, путевки, те самые замечательные, о которых все вспоминают, этими как раз занимались в советский период времени профсоюзы. Пансионаты, детские лагеря и прочее. Да, ну, при всех этих вещах были различные трансформации, как профсоюзы были выстроены внутри страны. И трансформации профсоюзов, в том числе, их затронули репрессии практически в 1937 году. Большинство руководителей профсоюзных движений, там, российской, ну, общая СССР, они, в общем-то, оказались репрессированы. И прекратили деятельности все территориальные организации профсоюзов. И вот воссоздание этих территориальных организаций, как раз 1948 год, конкретно 16 ноября, у нас в Кировской области было воссоздано территориальное объединение профсоюзов, которое сейчас называется Федерация профсоюзных организаций Кировской области. Вот наши 70 лет непрерывной истории, которых мы и ведем. Ну, а сейчас, конечно, государственных функций не стало, но мы все равно стоим на защите людей труда, боремся в рамках действующего трудового законодательства за принятие коллективных договоров, за улучшение условий труда на конкретном рабочем месте, за соблюдение требований охраны труда, за то, чтобы были хорошие корпоративные такие механизмы на каждом предприятии, где был бы замечательный корпоративный дух и уникальная корпоративная культура, которая позволяла бы решать вопрос, в том числе и по повышению производительности труда. Этим мы сегодня и занимаемся. Это программа «Крупный план», и сегодня крупным планом Федерация профсоюзов Кировской области. У нас в гостях Роман Береснев, председатель Федерации профсоюзов. И да, действительно, имеет смысл вспомнить то, как работали профсоюзы в советские годы и сравнить с тем, как они работают сейчас. Мы, конечно, помним, что профсоюзы в советские годы занимались очень многими вопросами и теми, которые вы уже сейчас перечислили. И мы можем вспомнить тогда еще дети, молодые люди, что наши родители входили в обязательном порядке в профсоюзы, платили профсоюзные взносы, и профсоюзы занимались всем абсолютно, в том числе даже и семейными вопросами. Не отслеживали, какова ситуация в семье, есть ли социальные проблемы, нужна ли какая-то помощь. Очень четко широкий круг вопросов профсоюзами освещался и затрагивался. Практически каждое предприятие и каждое направление профессии рабочей, да не только рабочей, любая профессия имела свой профсоюз. А сейчас какие профессии или какие предприятия в Кировской области охватывают профсоюз? Ну, мы по-прежнему охватываем все-таки достаточно большой спектр предприятий и организаций. Это предприятие и организация бюджетного сектора. Безусловно, у нас одной самой сильной организацией по-прежнему является профсоюз работников образования. То есть это наиболее крупная, наиболее хорошо организованная, сильно представленная организация, которой удается во многом договариваться по решению очень сложных вопросов, связанных с соблюдением прав от педагогических работников. Мы, кстати говоря, оценили активность этой профсоюзной организации сейчас, когда летом активно и горячо обсуждалась пенсионная реформа, и когда непонятно было по учителям, смогут ли они по-прежнему рассчитывать на свою социальную пенсию. И мы сейчас видим, что поправки эти в законодательство внесены. Не знаем, будут ли они приняты, но возможно. Безусловно, там внесен очень большой объем поправок, и здесь не только эти поправки. У нас была и своя региональная история, вот как раз там еще до летнего периода. То есть была встреча с Игорем Владимировичем Васильевым, профсоюза работников образования, и было принято решение, да, с губернатором Кировской области, и было принято решение изменить подходы к системе оплаты труда работников, педагогических работников, которые работают в системе общего образования, то есть в школах наших. На сегодняшний день, если раньше там оклад в системе оплаты труда составлял где-то там порядка 50%, сейчас он вышел на уровень 70%. То есть уменьшились как бы выплаты, скажем так, переменного характера, которыми мог распоряжаться любой директор по собственному усмотрению, то ли дать, то ли не дать, а появилась большая как бы некая стабильность. И дополнительно еще фонд оплаты труда увеличился на 6% в целом по территории Кировской области для педагогов вот этого среднего образования, общего образования. То есть это существенное достижение, и сейчас вот идет уже корректировка вот этого нового положения в оплате труда, и последняя встреча с губернатором, с Игорем Владимировичем и с профильными министрами, как раз дает возможность опять говорить о том, что и дальше процесс совершенствования будет осуществляться. Так что здесь активность есть. У нас есть профсоюзы в промышленных предприятиях, и наиболее крупные предприятия представлены в профсоюзном движении, это и завод Лепси, это и завод Маяк, это и АвиТек, это и завод Первая Мая, где не очень простая ситуация, но тем не менее они по-прежнему сохраняют профсоюзную организацию, и Сильмаш, и Нововятка, и предприятия лесопромышленного комплекса, такие как Красный Якорь, где очень крупная там организация, почти со стопроцентным членством, то есть все работники коллектива состоят в профсоюзах. Поэтому у нас большой спектр организаций сохраняется, если в целом по области брать, у нас 14 отраслевых профсоюзных организаций работают, и охватывают они более 91 тысячи членов профсоюзов. То есть это все-таки достаточно сильная, мощная, по-прежнему интересная для людей организация, и мы надеемся дальше развивать наши проекты и программы, которые были бы интересны для членов профсоюзов. Когда мы говорим о развитии, мы не можем не говорить о молодежи. Какова роль молодежи в профсоюзном движении? Привлекает ли профсоюзное движение молодых людей? Хотя бы о том, что профсоюзное движение интересна молодежи, говорят там последние два факта. Буквально совсем недавно я общался с Советом молодежи завода «Маяк», очень хорошая, с моей точки зрения, интересная организация. У них выстроена система определенного саморазвития, и они настроены на саморазвитие. И молодежь, которая приходит на завод и активно адаптируется через эту структуру, которая однозначно взаимодействует с профсоюзами в большинстве своем, в дальнейшем имеет очень хороший карьерный рост. И вот эта перспектива адаптации молодого человека в коллектив очень хорошо реализована, и возможность развития человека в этом коллективе. Вот мы договорились, как бы, так сказать, отдельно встретиться, еще пообщаться более подробно, пообсуждать их опыт работы, который может быть презентован на каких-то других площадках, чтобы можно было об этом говорить. И второй очень интересный опыт – это завод «Лепси», который тоже пригласили на одно из ближайших своих молодежных мероприятий. Это молодежное мероприятие как раз было отреализовано по нашему гранту. Мы впервые в этом году запустили гранты среди молодежных советов, профсоюзных организаций. И вот этот грант они как раз будут реализовывать в отношении дебатов. Дебаты они будут проводить по профсоюзной тематике. Ну и, соответственно, различные мастер-классы, в одном из которых я в том числе приму сам личное участие. Поэтому вот жизнь, она идет, и при том, жизнь, она достаточно современная. У нас еще не забывайте, что есть студенческие профсоюзы. А это тоже очень активные отстаиватели прав студентов в рамках высших учебных заведений. Естественно, самым крупным является Советский государственный университет, но замечательная профсоюзная организация, например, в нашем мединституте, который тоже на сегодняшний день хорошо и качественно организует свою работу и по взаимодействию с руководством ВУЗа. Ну, надо сказать, что профсоюзы – это никакие не пережиток советской системы, потому что в западных странах, развитых западных странах, профсоюзные движения – это мощнейший инструмент управления, безусловно, и никто не собирается от них отказываться. Достаточно ярко выступают профсоюзы по защите прав своих членов по любым совершенно критическим ситуациям. Это, наверное, показатель того, что профсоюзные движения не просто имеют перспективу, оно действительно является серьезной силой. 7 октября стартует неделя коллективных действий. Это всероссийская акция, большая, профсоюзная, в рамках Всемирного дня действий за достойный труд. Еще раз, Всемирного дня, там участвуют профсоюзы всего мира. Будет ли участвовать наша федерация в этой неделе? Мы традиционно принимаем участие, разные формы выбираем для себя, конкретно применимых к сегодняшней ситуации. Там, конечно, есть такие формы, которые можно открытыми назвать, например, в митинге. И мы решили в этом году избрать немножко такую интересную форму, попробовать некое общее собрание профсоюзного актива провести, как раз вот с теми лозунгами, которые вы сейчас назвали, за достойный труд. Но мы здесь больше хотим посмотреть вопросы дальнейшего развития социального партнерства и хотели пригласить и вот аспект рассмотреть именно взаимодействие с законодательными органами, пригласить на нашу площадку представителей законодательного собрания региона, депутатов Государственной Думы, чтобы вот перспективы взаимодействия профсоюзов и законодательной власти конкретно обсудить на этой площадке. Для нас очень важным сегодня является сохранение льгот для отдельных категорий граждан. Может быть, в некоторых случаях даже дополнительных каких-то гарантий, о которых можно было бы сегодня предложить и пообсуждать. Дополнительных мер защиты отдельных категорий граждан, вот с учетом сложившейся ситуации. Вы имеете в виду пенсионную реформу? В том числе пенсионную реформу. Поэтому здесь есть что обсуждать. И я думаю, что вот мы как раз на этот здесь акцент сделаем, на ориентир вот этот. Почему? Потому что, мне кажется, конструктивный диалог с законодательной властью на сегодняшний день вновь толчок такой необходим, чтобы мы дальше смогли правильно и грамотно развивать наше региональное законодательство. С какими сложностями в современном мире сталкиваются профсоюзы? Сложностей всегда достаточно много в силу того, что, во-первых, ну, все-таки статус профсоюзов сегодня не тот, который был, может быть, там в советский промежуток времени. И информированность о деятельности профсоюзов не такая максимальная, как было раньше. Во-вторых, многие работатели просто говорят о том, что, извините, ребят, но мы с вами работать не будем. Почему? Одна простая причина, потому что там работатель сегодня оставлен один на один с работником, может, в принципе, себе позволить все, что угодно. Не платить за работную плату, платить за работную плату в конверте, там не соблюдать требования безопасного труда. То есть эти вещи, там, у нас сегодня все, что связано там с компьютерной техникой, со всем остальным, это уже вещи, представляющие определенную опасность. И поэтому вот здесь очень много различного рода требований, которые сегодня работодатель должен соблюдать. Ему, может быть, в некоторых случаях дороговато это получается, и поэтому он, в общем-то, уходит от соблюдения таких вещей. И поэтому, конечно, ему не всегда выгодно работать. Приходится встречаться, объясняться, разговаривать. Где-то и не получается. В 2018 год решением Федерации профсоюзов Кировской области объявлен годом охраны труда. Что происходило, какие события происходили в этот год? Ну, мы начали этот год как раз с большого межведомственного совещания по вопросам охраны труда, которое было организовано в нашем здании Федерации профсоюзных организаций. И решили подойти к вопросу нестандартно. Мы начали вот это собрание с фамилий тех людей, которые погибли при несоблюдении требований охраны труда в 2017 году. То есть эти фамилии были на экране, и мы, в общем-то, почтили их память. У нас 14 погибших было в прошлом году. Мы постоянно замеряем статистику, что у нас происходит с этими вопросами. Ну и несколько новых проектов мы стараемся все-таки запустить. Мы сейчас очень надеемся на качественное взаимодействие с правительством региона по принятию отдельных нормативных актов. Но у нас запущен очень интересный проект. Это клуб специалистов по охране труда. То есть это добровольное некое объединение людей, которые приходят и обмениваются опытом. Мы модерируем этот весь процесс. У нас есть главный технический инспектор труда. И, в общем и целом, вот эта работа в этом году развернута именно таким образом. Мы продолжаем разговор. Это программа «Крупный план». Мы говорим сегодня о профсоюзах в Кировской области. У нас в гостях Роман Александрович Береснев, председатель этой общественной организации. Ну, собственно говоря, программа наша подходит к концу. Напоминаем, что мы ее приурочили к 70-летию Федерации профсоюзов Кировской области. Я думаю, что имеет смысл, конечно, поздравить наших коллег и пожелать им, наверное, сил. Может быть, у вас есть какое-то собственное пожелание. Я бы только хотела отметить, что я очень благодарна профсоюзам, которые в этом году такую яркую позицию выразили по поводу пенсионной реформы. Не остались в стороне. Особенно это было сложно сделать, возможно, как нам казалось, профсоюзам именно социального блока. Но нет. Мы увидели ярких представителей профсоюзных организаций, которые четко абсолютно определяли позицию вот этих сил, четкости мысли, понимания, какую позицию они отстаивают. Я бы пожелала сохранить с профсоюзом. А вы что пожелаете? Спасибо за замечательные пожелания. Мне бы хотелось, чтобы действительно профсоюзы продолжили развиваться. Механизмы развития есть. Они сегодня активно нами используются. Мы пытаемся сегодня внедрять различные механизмы поддержки и членов профсоюзного движения. Один из таких достаточно интересных проектов – это карта профсоюзного дисконта, когда мы предлагаем скидки для членов профсоюза. И у нас уже больше 50 различного рода организаций подписали с нами соглашение. Это какая-то простиковая карта? А это уже больше 200 точек. Роман Александрович демонстрирует ее мне сейчас. Больше 200 точек по территории Кировской области. И здесь у нас очень много интересных, хороших и качественных партнеров. Ну, в частности, если брать там различный даже ценовой сегмент, у нас представлено, допустим, как бы есть взаимодействие с техпромом, с компанией техпром, которая предоставляет скидки на компьютерную технику. Есть магазины косметики, парфюмерии, есть медицинские центры, стоматологические клиники. Много магазинов напольных покрытий, точки общепита. То есть это большой, огромный спектр. И вот эту возможность мы на сегодняшний день предоставляем. Чья это была идея? Я впервые слышу о такой карте. Ваша. Это была идея, которая озвучена в решении президиума Федерации профсоюзных организаций Кировской области. Понятно. Мы подписали соглашение с компанией МТС, и наш корпоративный тариф профсоюзный, он, в общем-то, дешевле того, что сегодня компании предлагают на рынке услуг сотового оператора. Я задавал вопросы членам профсоюза, которые перешли на наш корпоративный тариф. Сколько вы экономите в месяц? Ну, от 75 до 150 рублей. Я считаю, что это достойные цифры. Тем более, что мы понимаем, сколько примерно человек тратит на свою связь в течение месяца. То есть у нас такая возможность на сегодняшний день есть. Но мы продолжаем развиваться и предлагаем еще и скидки по санаторно-курортному выздоровлению. Подписано соглашение со всеми санаторно-курортными организациями Кировского региона. Мы взаимодействуем с объединением профкурорт, которые объединяют все профсоюзные санатории Российской Федерации. И есть санатории в Абхазии, в Белоруссии, которые тоже, соответственно, готовы принимать наших профсоюзных активистов. И со скидкой люди едут туда отдыхать. Так что это тоже программа поддержки членов профсоюза. Мы будем думать и о новых социальных проектах, которые сегодня будут востребованы, интересны и современны для нынешнего поколения. Молодежь более активно, кстати, пользуется как раз карточкой профсоюзного дисконта. Это какие-то для меня просто открытия сейчас были на самом деле. Я прошу вас еще приходить к нам в эфир в дневные развороты. И представителей профсоюзных движений области мы сюда приглашаем. Потому что действительно очень важно понимать, чем живут люди труда. Извините за высокопарный слог, но тем не менее, чем живут, чего хотят, как они реагируют на законодательные инициативы. Не зря вы сказали, что вы будете приглашать представителей законодательного собрания и власти, для того, чтобы они могли обмениваться мнением и слышать напрямую мнение тех людей, которые работают на земле. Спасибо. Это была программа «Крупный план». У нас в гостях был Роман Береснев, председатель Федерации профсоюзов Кировской области. Поздравляем 70-летием Федерацию и всех ее членов. Программу вела Светлана Занько. Всем доброго дня.